С сентября 2011 года в Петербурге невозможно получить лицензию на покупку гладкоствольного оружия. Покупатели должны сначала окончить курсы, об организации которых не могут договориться МВД и Министерство образования. Неофициально торговцы оружием говорят, что отказались выполнить ряд требований бывшего начальника главка МВД Михаила Суходольского, и он так им отомстил. Однако после назначения на этот пост Сергея Умнова ничего не изменилось. Полтора года назад были внесены изменения в закон о оружии. Эти изменения имели благое направление с тем, чтобы как-то отрегулировать или переобучить людей, которые приобретают оружие. Потому что у нас по травматике, это травматическое оружие, мы его коротко травматикой называем, пошел вал преступлений, связанных даже с убийством. Это изменение вступило с 1 июля 2011 года в силу, и оно потребовало от двух министерств, Министерства внутренних дел и Министерства образования, подготовить соответствующие документы, законодательные акты, или как их называют еще, подзаконные акты. Вышло в сентябре постановление правительства, оно определило, кто может обучать, список скудный, непонятный, и мы туда не попадаем. Пострадали наши новые члены общества. Пострадали, они сейчас не могут решить проблему и не могут разрешить свое конституционное право приобрести в первый раз гладкоствольное охотничье оружие. Потому что нужно пройти курсы. Значит, у нас безнравственное государство, я могу открыто сказать, если бы было нравственное государство, у нас министр внутренних дел, там половина парламента требует отправить в отставку. Значит, ты как сгуща вода. Поэтому пока будет такое правительство, оно никак не разрешится. Сейчас травматику выписать практически тоже невозможно. Тоже надо проходить какие-то курсы, которые никто не организовал. У нас же как сказали, для того, чтобы купить травматическое оружие, надо пройти обучение. И постановление подписал премьер-министр Владимир Владимирович Путин. После этого все закрыли выписки травматического оружия, но обучение никто не организовал. Уже 10 месяцев никакого обучения нет нигде. Разрешения не выписываются. То есть конституционные права граждан нарушаются сплошь и рядом. Причем органы МВД не просто не хотят. Они даже тормозят этот процесс. Когда я с ними разговариваю с руководителями нашего МВД, они все понимают. Они нормальные люди, они разговаривают с тобой по-человечески. Но принять решение не может никто. Вот после того, что Суходольский ушел, нагородил у нас в Ленинграде все это. Это же со времен правления нашего любимого генерала, который в Израиле сейчас прячется. Как вот решение это принято было 22 сентября, так никто его не может отменить.